Субтитры создавал DimaTorzok Борис Сергеевич, миллион раз ты прав, только толку что. Ты перед кем... Письмо большое, но я его зачитаю. Я его чуть сократил. Тысячу раз ты прав, Борис Сергеевич, миллион раз ты прав, только толку что. Ты перед кем душу свою рвешь, нервы здоровья на кулак мотаешь. Читаю отклики на твои выступления, как тебя поносит быдло. Как же ты все это терпишь и ради чего? Ведь они уже не кричат, распни его, они сами распинают тебя, к счастью, пока только словами. Ты всерьез думаешь поднять это быдло с колен? Да им же хорошо. Хорошо. Они 24 часа в сутки думают только о себе, о жратве, о своем уютном гнездышке. Они 24 часа в сутки думают, чтобы жратвы было побольше и повкуснее, а в гнездышке еще уютнее. Где бы еще подработать, где бы еще какую копеечку для этого добыть? Ты же хочешь заставить их думать о родине, о нации, об ответственности перед предками и потомками. Ты же покушаешься на их уют, спокойствие, жратву. Ты хочешь их от любимого корыта оторвать, от их хлебого, ради которого они живут. Ты что, на самом деле надеешься оторвать их от жратвы и повести за собой на митинги в пикеты на баррикады? Ты же не дурак, Борис Сергеевич. Ты посмотри нормальными глазами на это быдло, на тех, кто поливает в комментах тебя грязью, на тех, кто ходит по улицам, ездит в метро. Вглядись в них без розовых очков. Мы русские, какой восторг. Они же животными стали за эти 20 лет. Им бы только добыть чего. Неважно, как и где, и сожрать. А ты их куда зовешь? На бой. Без тебя им спокойнее думать, что все такие, как они. А ты им в живой укор, что не все такие. Отсюда их ненависть к тебе. Да они тебя за это ненавидят больше, чем всех этих Путиных, Абрамовича, Чубайсов. Тем они завидуют. Тебя ненавидят. Обидно и больно за тебя. Еще стыдно за себя, что я не такой, как ты. Потому и пишу себя ненавидя, но и по делу с собой пока ничего не могу. Прости нас, Борис Сергеевич. И вот интересно, оно как состыковалось с другим письмом. Мои впечатления о выступлениях Бориса Миронова. Жадно впитываю каждое слово. Мои впечатления о реакции хомячков на эти выступления. Люди боятся правды. Многим сладка мысль, что Путин спаситель, который поднимает страну, наводит порядок, укрепляет авторитет государства и так далее и тому подобное. А скоро вообще все будет зашибись. У нас будет много танков, самолетов, подводных лодок. Мы дадим люлей пиндосам, слетаем на Марс и да здравствует путинская власть. Плюс нанофикация всей страны. Допустить, что это не так, все равно, что заниматься богоборчеством. Ведь сейчас я как бы патриот. А если признать правоту Бориса Миронова, то я овца. Разве я могу быть овцой? Ни за что. Но знаете, когда я начал сознавать, кто такой Путин, мне не страшно стало, мне стало противно. Неприятно быть овцой. С другой стороны, я испытывал облегчение. Внутренние противоречия стали исчезать. И я стал надеяться, что еще не поздно становиться человеком. Когда тебе столько лет лгали, правда дается нелегко. Но когда она все же тебе открывается, у тебя уже нет пути назад. Некоторые, конечно, дают задний ход. Это встречается. Но тогда они уже лгут сами себе. А это еще страшнее. Блестящее письмо. Не то и другое. Блестящее письмо. Но особенно первое меня зацепило. Вот это. Ну, человек написал, описал свое нутро. Но он же уже написал. Он же уже шаг сделал. Значит, мы здесь собираемся с вами не зря. Значит, время выходит, но... Я пропускаю многие вопросы, но здесь есть очень важное, чтобы я это сейчас проговорил. Один маленький вопрос. Борис Сергеевич, глава московского землячества крымских татар, писатель Эрнст Кудусов 26 февраля 2014 года на телеканале ОТР, общественное телевидение, назвал русских потомственными рабами. Почему вы, как председатель Союза Русского Народа, не подадите на этого взорвавшегося писателя в суд и не привлечете его под весь 82-й статье за разжигание национальной розни? С уважением и надеждой на вашу принципиальность, Кандидинский ОГЭ. Почему я хочу обязательно это проговорить? Потому что это письмо, вот этого Кандидинского, четко выражает нашу действительно психологию рабов. А почему ты? Вот ты, Кандидинский. Не напишешь заявление в прокуратуру, куда ты хочешь в суд. Нет, психология какая? Миронов, ты начальник? Вот ты иди и воюй. Не в судах мы должны доказывать, что мы не рабы. Не в судах и не в судилищах доказывается право считать себя человеком. Право называться человеком доказывается на Майданах. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ